Чтобы приобрести или обменять валюту, каждый из нас то и дело обращается в центры банковских услуг или пункты обмена. С учетом того, что белорусы достаточно часто переводят свои доходы в долларовый или евровый эквивалент, такая операция, как обмен валютой, лидирует среди перечня услуг, предлагаемых потребителю. В настоящий момент ежемесячно наш банк обслуживает в районе 8 тысяч физических лиц. Ежедневно это 500-600 человек. С физическими лицами мы проводим весь спектр банковских услуг – расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, депозиты. В том числе одна из важнейших операций – это валютно-обменная операция. Так или иначе, обращаясь в финансовое учреждение, мы становимся свидетелями или участниками ситуаций, когда банковские работники отказываются принимать к обмену ту или иную купюру. В этот момент человеку, который надеялся быстро получить денежные средства и отправиться по своим делам, бывает сложно сохранять спокойствие. Однако, чтобы принять такое решение, работники кассы руководствуются отнюдь не личными соображениями, а четко следуют перечню признаков платежности денежных знаков. Платежными являются банкноты, имеющие силу законного платежного средства на территории Республики Беларусь, в том числе изымаемые из обращения, без признаков подделки, без повреждений, а также могут быть повреждения следующего характера – физический износ, потертости, потемнение банкнотной бумаги, надрывы, в том числе склеенные прозрачной липкой лентой, отверстия, проколы, утраченные углы края. Также имеют незначительные загрязнения – это пятна, оттиски штампов, видно визуально и в ультрафиолетовых лучах. Если же у вас есть разорванная на две части купюра или даже одна из частей, а также постиранная или залитая каким-либо веществом, вы можете принести ее в банк. Если будет установлена ее платежность и подлинность, взамен без комиссий вы получите равнозначную банкноту. Однако данное правило касается только белорусских рублей. К обмененным банкнотам относятся утратившие значительную часть, не более 45% от первоначальной площади. Также склеенные банкноты, без учета их количества, безусловно принадлежащие одной банкноте, и составляющие 55% от первоначальной площади. Также изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, поврежденные водой, огнем, химическими реактивами. Также которые под воздействием агрессивных сред поменяли свои первоначальные размеры, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Ну и наконец, как отличить фальшивую купюру мы держим в руках или настоящую? Конечно, в иностранной валюте есть такие категории подделки, как суперфальш. И в этом случае только эксперт сможет дать однозначный ответ относительно подлинности купюры. За 7 месяцев 2020 года в Брестском международном отделе было проведено экспертиз по 21 факту фальшивого монетничества. То есть это те факты, когда сотрудники банковских учреждений города Бреста выявили какие-либо признаки, которые вызывают подозрение, что эта купюра может быть поддельной. Они по инструкции вызывают следственно-оперативную группу. Следственно-оперативная группа приезжает, изымает денежный билет и направляет нам на экспертизу. Однако даже без специальных приборов мы можем увидеть приклеенный лишний ноль или понять, что портрет президента не соответствует номиналу банкноты. При определении подлинности банкноты, значит, первое, что это проверяем банкноту на ощупь. То есть должен быть хруст самой вот этой банкноты, бумаги. Также можно проверить рельефность. То есть вот здесь можно проверить рельефность. Оно такое более выпуклое, глубокая печать используется. Также можем проверить под наклоном изменение цвета. Зеленого, вот оно меняет цвет. Это все, что можно. Ну, на просвет можно проверить водяные знаки, защитные нити. Смотреть, чтобы не было дорисовок, либо каких-то аппликаций. В некоторых случаях иностранная валюта с незначительными повреждениями может быть принята банком с уплатой комиссии. А в более серьезных вам будет рекомендовано обратиться в банк, который работает с ветхими иностранными купюрами. Продолжение следует...